В марте 2003 года в Московском государственном университете состоялась первая в России международная конференция разработчиков компьютерных игр. Впервые в истории российской игровой индустрии в одном месте собрались практически все профессионалы отрасли. В первой КРИ участвовали около 40 игровых компаний из России. Общее число посетителей конференции по различным оценкам составило от 1000 до 1500 человек. Через год конференция выросла и возмужала. КРИ-2004 проходила уже в здании гостиницы «Космос». Посетители увидели около 50 проектов от разработчиков из России и стран ближнего зарубежья. Специально для участия в КРИ в Москву приехали звезды мировой индустрии игр Том Холл и Джон Ромеро. К 2005 году масштаб мероприятия снова заметно вырос. КРИ посетили более 2000 представителей из 200 игровых компаний. Конференция окончательно закрепила за собой звание одного из главных событий года для российской игровой индустрии. 7 апреля 2006 года в фойе московской гостиницы «Космос» можно было встретить самую странную для этого места публику. Перемазанных кровью зомби, сексапильных девиц в ярких костюмах, едва прикрывавших их прелести, строгих охранников и... множество людей, напрямую связанных с игровой индустрией. Такое случается только раз в году. В одном месте в одно время показывают десятки новых игровых проектов, проводят семинары и лекции на тему игровой индустрии, а полчища охочих до информации журналистов снимают все подряд и делают сотни пометок в своих ноутбуках. Добро пожаловать на конференцию разработчиков компьютерных игр! О том, как выглядела КРИ в этом году, вы могли прочитать в журнале. Теперь добро пожаловать на видеоэкскурсию по выставке. Уже с первого дня в фойе гостиницы «Космос» можно было встретить людей со странными повязками на рукавах. Все желающие могли сыграть с ними в карточную игру на тему пятых героев. Победителю достался оригинальный приз от компании «Нивал» — заправдочный двуручный меч. А у стенда того же «Нивала» ряженые эльфийки играли на флейтах. Звук выводился на мощные стереодинамики, поэтому красивые эльфийские мелодии отчетливо прорезались сквозь шум выставочного холла. Как и на прошлогодний КРИ, посетители радостно глазели на красивых девчонок, представлявших различные игровые проекты. Реальную конкуренцию женским прелестям составляли зомби в арестантских робах со стенда игры Red Square. Лучшей моделью выставки мы считаем девушку, которая играла роль Лары Крофт. Вы и сами можете увидеть, почему. Не страшно, что Лара Крофт никогда не носила красную майку. Главное, по мнению наших ведущих экспертов, не цвет майки, а ее содержимое. На КРИ-2006 прошло более 80 семинаров и лекций. Из всех мероприятий особенно запомнилось выступление Бенуа Сокаля, продюсера обеих частей культового квеста «Сайберия». Также Сокаль представил на стенде компании «Новый диск» свой новый проект «Парадайз». Побывали на КРИ и известные писатели-фантасты Яна Боцман и Дмитрий Городевский, публикующиеся под псевдонимом Александр Зорич, представляли космический симулятор «Завтра война», а Сергей Лукьяненко заглянул на стенд компании «Дип Геймс», которая занимается разработкой онлайновой ролевой игры по мотивам дилогии «Линия грез. Императоры иллюзий». Шквальный интерес прессы вызвала презентация третьей части игры «Desciples». Судя по тому, что было показано на закрытой презентации, игра обещает стать самой красивой пошаговой стратегией нашего времени. Компания MoCap демонстрировала свой вариант motion capture — технологии записи и оцифровки движений человека, благодаря которой движения персонажа игры можно сделать очень реалистичными. Прямо на стенде увешанные датчиками актеры демонстрировали акробатическую пластику. Верхний этаж стенда фирмы 1С украшала интригующая надпись «Для членов жюри вход бесплатный». При этом стенд работал как барная стойка, где члены жюри могли опрокинуть стаканчик чего-нибудь крепкого, так сказать, для более живого обсуждения, какие игры награждать. Ярмарка проектов, где начинающие разработчики представляли свои игры в надежде найти для них издателя, в этом году почему-то заметно сократилась в размере и переехала на задборке нового зала конференции. На КРИ-2006 побывало почти 3000 человек из числа сотрудников игровых компаний, журналистов и простых посетителей, которые сами купили билет на конференцию. В КРИ приняло участие 50 компаний, разработчиков, издателей, а также производителей железа и программного обеспечения. Следуя джентльменским принципам, мы пропускаем «Вперед леди». Нетрудно догадаться, что речь пойдет о новой части «Томбрейдер». Меня зовут Дрэг Холсон. Я старший продюсер компании «Эйдос», город Лондон. Игра «Томбрейдер Леджент» была разработана компанией «Кристал Динамикс» из Калифорнии, Сан-Франциско. «Кристал Динамикс» разработала дизайн и выработала стиль этой игры. Они также известны другой своей разработкой — серией игр «Леджеси оф Кейн». Игра «Томбрейдер Леджент» отличается от предыдущих игр этой серии в первую очередь своим дизайном. Дизайн предыдущих игр развивался слегка не в том направлении, в котором нам хотелось бы. Мы хотели привнести что-то новое в эту франшизу. Мы прислушивались к пожеланиям поклонников серии, узнавали, что бы они хотели видеть в следующих частях игры. Исходя из этого, мы разработали новый, специфичный дизайн для новой части игры. Одним из нововведений стала система плавной анимации, которая позволила сделать движения героини более реалистичными. Мы полностью избавились от прежней устаревшей системы контроля. На разработку новой системы у компании Crystal Dynamics ушло почти полгода. Все это время наши дизайнеры уровней создавали чудесные, детально проработанные окружения для игры. Мы считали очень важным сохранить дух прежней, известной всем Лары в новой игре. Мы хотели усилить ее черты, более детально проработать ее внешность и поведение. Думаю, что нам и Crystal Dynamics это удалось. Игра Tomb Raider Legion разрабатывалась довольно открыто. Невозможно соблюдать конспирацию в современной игровой индустрии при таком разнообразии жанров разработчиков технологий. Tomb Raider Legion, разумеется, отличается своим дизайном и духом игры. Но игры типа Prince Persia с первоклассными технологиями, конечно, могут составить ей конкуренцию. Мы наблюдали за достижениями конкурентов и старались держаться на их уровне. Мы гордимся дизайном нашей игры и системой плавного движения. Мы считаем, что составляем достойную конкуренцию Prince Persia. Российская игровая индустрия перенимает опыт Запада и, надо сказать, делает это весьма успешно. Большинство российских игр, представленных на этой выставке, отличается прекрасным уровнем разработки и использованием последних технологий. Я считаю, что российские разработчики делают весьма хорошие игры. Я не знал, чего можно ожидать от этой выставки, когда две недели назад получил от своего коллеги в Лондоне приглашение принять в ней участие. Я никогда не был раньше в России и очень обрадовался возможности посетить Москву. Я действительно не знал, чего ожидать от этой выставки. И вот теперь, когда я повстречал так много интересных людей и посмотрел на множество интересных игр, я могу сказать, что компьютерные игры объединяют людей из разных стран, делают их ближе друг к другу. Продолжайте играть. Продолжайте наслаждаться компьютерными играми. Индустрия компьютерных игр сейчас переживает бум. Сейчас выходит столько замечательных игр на любые вкусы и предпочтения. Я уверен, что Tomb Raider Legion вам понравится. Парадайз. После «Иностранки Лары» мы передаем слово другому иностранцу, только не виртуальному, а реальному. Его имя вы не раз видели в игровых журналах. Автор знаменитого квеста Сайберия Бенуа Сакаль расскажет о своем новом проекте под названием «Парадайз». Меня зовут Бенуа Сакаль. Я начал свою карьеру 20 лет назад художником комиксов. Я рисовал комиксы вплоть до 1995 года, когда заинтересовался компьютерными играми. Моим первым проектом стала игра «Ламерзон». Затем последовали «Сайберия-1» и «Сайберия-2». Сегодня я представляю вам новую игру, которую мы создали с моей компанией «Вайтбирдс Продакшн». Игра называется «Парадайз». Игра называется «Парадайз». Продолжение следует... 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 Я очень рад, что теперь Россия славится не только своими великими писателями, но и своими разработчиками компьютерных игр самых различных жанров. Я рад, что они не только могут копировать игры западных разработчиков, но и создавать свои новые и интересные игры. Герои Меча и Магии Узнать что-то новое про пятую часть героев уже практически невозможно. Да и релиз игры почти на носу, а может уже и случился на момент выхода журнала. Тем не менее, мы отдаем дань уважения этому проекту, гордости компании Невал и российской игровой индустрии. Зовите три подвига, которые совершила команда разработчиков. Ну, во-первых, первый главный подвиг — это бета-тестирование игры. Он заключался в том количестве версий, которые нам приходилось собирать для бета-тестов по требованию издателя. Второй на сегодняшний день подвиг — это сингл-демо-версия, которую скоро все увидят уже. Третий подвиг — это то, что мы отстояли часть имен из предыдущих частей. Соответственно, это три подвига. Какие детали были исключены из игры, которые вам очень хотелось бы оставить? Ну, основная вещь, которая была исключена из игры — это то, что вселенная несколько изменилась и потеряла свою историчность. То есть очень много нового. То, что хотелось бы, наоборот, оставить старое, чтобы у игры сохранялось больше легости, нежели каких-то инновационных решений. Какое самое нестандартное нововведение в игре? Ну, самое нестандартное можно только появление Киккомбата. Это обсчет боев на комбатной арене. Желания игрока, они автоматически просчитываются и сразу выходит инвентарь. Это новая вещь вообще для игры. Но это не исключая все трехмерные нововведения, которые завязаны на арт. А также новая, продвинутая, по сравнению с предыдущими частями, очень сильная, измененная тролевая система. Сколько человек работало над игрой? 80 штатных, 30 внештатных. Какая самая большая проблема возникла при разработке героев? Проблем было, походу, достаточно много. Из больших проблем, наверное, можно сказать, то, что уже не скрывается никак, это те ошибки в планировании, которые нам... То есть, условно говоря, наше взаимодействие с издателем и ошибки в планировании, которые мы не предвидели в самом начале. То есть, например, были сверхсложные катсцены, которые мы сделали в игре. То есть, поначалу, к примеру, планировалось 15 дней на катсцену, в итоге было потрачено более двух месяцев на каждую катсцену. Каким вы видите будущее серии героев? Хорошая. Нет, серия будет развиваться, на самом деле. То есть, пятые герои передали серии больше сюжетности. То есть, пятые герои еще отличаются от привычных частей в том, что в них очень сильный сюжет. Но подробнее рассказать не могу, только в общих чертах, потому что сюжет все смогут видеть в игре. Сюжет построен уже не просто на том, что какие-то там description к картам есть. Это все время видоизменяемый сюжет по ходу прохождения кампании. Очень большое количество диалоговых сцен, которые показывают, как развивается сюжет, что происходит в игре. Каждая сцена сделана с использованием каких-то уникальных вещей. И, собственно, в течение одной кампании человек может видеть до 5-6 диалоговых сцен по ходу движения вперед. То есть, узнавать много нового интересного. Во-вторых, в сюжете в игре есть сингл-миссии отдельные, которые зачастую раскрывают всякие подробности из параллельных веток сюжета. То есть, дополняют основную сюжетную линию. Какой ваш любимый монстр в игре? С любимым тяжело, могу сказать. Один из самых прикольных — это им. Не, ну на самом деле просто очень много. Но они все разные. То есть, сказать, что вот этот больше всего люблю, как-то неправильно. Сказать, что люблю драконов, ну, будет банально. В целом, они все очень уникальны, очень красивы. А с точки зрения геймплея, ну, мне там нравится «Инферно». Креативному директору нравятся другие. На самом деле, каждому свое. Что вы посоветуете тем, кто хочет попасть в индустрию компьютерных игр? Если есть желание, человек всегда добьется того, чего хочет. Индустрия развивается. Всегда здесь ждут новых людей с новыми идеями. Главное, в принципе, это желание от людей, что они хотят создавать игры. Да, не всегда это совпадает. Нужно понимать, что у компании бывают свои требования. Но в целом, приходите к нам. Нам нужны люди. Дисайплс 3 На нынешней Кре был впервые анонсирован еще один проект международного масштаба, разрабатываемый в России сиквел по ходовой стратегии «Дисайплс». Эту нелегкую ношу взвалила на себя компания «Акелла». О предстоящей работе над трудным проектом, прошедшей конференции и представленных на ней играх рассказывает вице-президент компании «Акелла» Дмитрий Архипов. Расскажите о том, как вы попали в игровую индустрию. Я в этой индустрии уже достаточно давно, наверное, лет 12 или 13. А попал просто потому, что нравится играть в компьютерные игры. Все время хотелось сделать хобби работой. Ну, в общем, так и получилось. Что вы хотите посоветовать людям, которые хотят достигнуть ваших высот? Ну, наверное, учиться, получать знания, выбрать себе профессию, выбрать дело по душе и стараться стать в этом деле профессионалом. Расскажите о своей компании. Наша компания сейчас один из крупнейших на постсоветском пространстве разработчиков и, прежде всего, издателей компьютерных игр. Мы также занимаемся мобильными играми, занимаемся онлайновыми играми, занимаемся, очень много чем занимаемся в игровой индустрии. Ну, как бы, наша задача быть в том, что мы делаем в лидерах. Расскажите немного о нынешней КРИ и представленных проектах. Это уже четвертая КРИ. Она становится с каждым годом все более и более профессиональным. Как бы, уже организаторы КРИ ушли от тех детских ошибок, которые были поначалу. В общем, стали настоящими персоналами своего дела. Вот. Что нравится? Ну, очень много интересных проектов. Очень много молодых студий-разработчиков, с которыми мы бы хотели иметь дело в будущем. Какие игры вы представляете на КРИ? Ну, у нас представлено достаточно много проектов на этой КРИ. Очень интересный дебют киевской компании. Игра называется «Скорпион». Шутер от первого лица. Ребята сделали почти невозможное. За полгода создали великолепные технологии. Очень интересный проект «Танита». Пожалуй, самый оригинальный проект нынешней КРИ. Проект «Трудно быть богом». Радует своей графикой и очень интересным RPG-шным сюжетом. Вот. Также на этой игре мы впервые показываем широкой публике русскую версию игры «Эверквест». Вот. У нас есть еще очень много интересных проектов. Но главный, на наш взгляд, среди них проект «Дисайплз». Мы считаем, что это лучшая игра КРИ. И очень надеюсь, что жюри КРИ разделит наше мнение. Пожелайте что-либо нашим читателям. Больше играть, получать от этого больше удовольствия. Спасибо. «Гоблин. Санитары подземелий». Дмитрий Пучков, известный половине жителей России как «Опер-Гоблин», всегда отвечает на вопросы столь интересно, что грех не поговорить с ним подольше. Тем более, если он рассказывает не только о своем игровом проекте «Санитары подземелий», но и о других культурных явлениях. Расскажите об игре «Санитары подземелий». Я еще толком в нее не играл. Я так, наездами в Москву смотрю. Но, в принципе, да. Хороша. Уже хороша, да. Как тесно вы сотрудничаете с разработчиками игры? Ну, во-первых, это мой сюжет. Моя, так сказать, глобальная задумка. Когда-то давно была написана книжка и по сюжету. По одной из сюжетных линий этой книжки изготовлена созданная игра. То есть, ну, в общем, с одной стороны, там двояко все это. С одной стороны получается, что это мое, а с другой стороны получается, что это же коммерческий продукт нам его продать надо. Поэтому туда внесены некие, так сказать, коммерческие линии. Ну, на мой взгляд, получается неплохо. Участвуете ли вы в озвучивании игры? До озвучки еще дело не дошло. То есть, пока что там заканчиваем работу с диалогами, озвучка на несколько позже будет, да, все снова участвуют. Какие еще игры создаются по вашим проектам? Ну, в настоящий момент делаем еще две. То есть, одна по небезызвестному, так сказать, пародийному переводу про твое кольцо, то есть там про приключения Федора Сумкина. Как там группа идиотов передвигается по некой гумошной реальности, и всякое с ними происходит. Вот одно такое делаем, и другое делаем в гонке на маршрутках. Какой первый фильм вы перевели? Первый был «Путь Карлита». В 1995 году, 11 лет назад, приятелю на день рождения перевел. Это такое бандитское кино. С тех пор развлекался. Какой последний фильм вы перевели? Последний перевел «Сигалом». «Сигалом» называется «За справедливостью». По-нашему это бывает там «Брухлинская резня», еще там что-то, я не по имя «Справедливости», «За справедливостью». Здесь «Сигал» там всех бегает, мочит. Такой добротный старый голливудский боевик. Сейчас таких не делают, то есть он там всех постоянно избивает, дубасит, как представитель закона. У американцев так не принято. Вот, на мой взгляд, такое старое доброе кино. Как вы выбираете фильмы, которые переводить? Только то, что мне нравится. То есть, ну, как, живу давно, жизнь, опыт богатый, поэтому если что-то из пальца высосанное, то это должно соответствовать неким параметрам. Поскольку большинство высосанное из пальца должно соответствовать неким параметрам. Вот есть какой-нибудь «Сигал», который без страха и укропа там наводит справедливость там слева-вправа. Ну, как трэш, но смешно, на мой взгляд. Вот с Арнольдом фильмы смешные. То есть, я в серьезность ни в какую не улыбляюсь. На мой взгляд, это развлечение, которое помогает отдохнуть, расслабиться и все так. Только то, что мне нравится. Какая ваша любимая игра? Первый «Квейн». Первый «Квейн» был самый хороший. Любимая игра всегда получается. Во что ты начал играть, то вот оно самое главное, неизгладимое впечатление производит. Остальное ты уже сравниваешь, оно как-то не так. Потом еще в «Ку-3» был такой промоут правильный, где пытались там такой десматч древний построить. Сейчас они уже совсем другие. То есть, интерес перешел в область там «Контер-Страйка», где там якобы все настоящее. Ну, я во всяких «Контер-Страйках» служил, поэтому, с моей точки зрения, оно не настоящее, как-то не серьезно. «Квейн», «Квейн» был хороший. Какая последняя игра, в которую вы играли? Пытался играть в «Дум», в «Третий», но что-то так до середины доиграл и прочее. Уже неинтересно, не цепляет никак. Несмотря на то, что он там игропически относительно мощнее, и звук там пятиканальный, и все дела вроде. Вроде пугают, а ну как, переигрывать не хочется. Это как книжка. Если книжку не хочется перечитать второй раз, ее не надо было рассчитать им первую. Как началось сотрудничество с разработчиками игр? Есть такой Юра Мирошников, главный одинаковый. Был когда-то такой сайт «Make.spb.ru», который рулил завхозы. Это наш самый первый игровой сайт. С завхозом мы дружили тогда, а завхоз меня познакомил с Юрой Мирошниковым. Вот, Юрой Мирошниковым. Мы сначала игрушки переводили, а потом решили уже и сделать. То есть все основано на такой достаточно длительной дружбе и глубоком взаимопонимании. Понравилась ли вам «Кри»? Ну, в общем-то, только радует. Все становится все больше и больше, больше и больше. То есть, как мне кажется, сейчас уже достигнута такая критическая точка. Когда перестала играть роль, а вот сейчас мы быстро что-то там слепим, выкинем, все равно, ну, как сейчас у нас в кино. То есть, отечественных фильмов нет вообще, поэтому любые помои, которые рекламируют по Первому каналу, они имеют бешеный успех, особенно в дни новогодних каникул. Любой отстой выпускай, все помчатся, будут хвалить рекламу по Первому каналу. Ура! Все, вот, отлично. То есть, вот в игрушках, как мне кажется, такое время уже прошло, и сейчас наступил момент, когда, ну, либо это какое-то мега-качество, действительно, потому что людей турить крайне трудно, особенно долго, либо это какое-то мега-качество, либо не продастся вообще. И сейчас все больше и больше идет, потому что здесь не какие-то рвайческие такие, сейчас бабла срубим по-быстрому, а действительно работа на качестве продукта. Вот это уже, какая она по счету 3? Ну, что, 4-я, на Первое не было, на Трех был, ну, на мой взгляд, все шире и шире становится, больше и больше, солиднее и солиднее, соответственно. Результат только на пользу тем, кто играет, то есть качество продукта растет. Какой самый интересный проект на Кри? Конечно, не надо подземлить. Какому своему проекту вы уделяете в последнее время больше всего внимания? Ну, я много чем занимаюсь сразу, но в последнее время как-то так. То есть если раньше получалось всем сразу заниматься, то сейчас уже как-то не получается. Вот там, в прошлом году посмотрел кино «Девятая рота», кино мне не понравилось решительно, вот, ну, в общем, по факту, так сказать, промывание мозгов в неправильную сторону, решил побеседовать с ветеранами, то есть там живо масса участников, кто там участие принимал в этом бою на высоте 32-34, со всеми встретился, ну, не со всеми, практически со всеми. Сейчас продолжаем встречаться с теми, с кем еще не встретились, то есть и снимаю документальный фильм про то, что там было. Значит, фильм состоит там из ряда кусочков, то есть часть это интервью с ветеранами, участниками боя, непосредственно, раз, значит, кусочки кинохроники, там фотографии, и разрабатывают, сейчас вот делают там компьютерные модели этого дела, то есть, ну, что-то бой, это не какие-то там мои ответы по дурчуку, там разоблачения, еще что-то, по дурчуку, типа творец, имеешь право творить все, что хочешь. Мое мнение, что если ты хочешь не сказать критиковать, если твоя точка зрения на это дело отличается, ну, там, от общепринятой, от там чьей-то чужой, то нет смысла орать, ты дурак, у тебя все неправильно, никакого смысла нет. Если ты хочешь показать, что все неправильно, ну, сделай сам что-нибудь, вот, я делаю. Вот, в настоящий момент до лета занимаюсь 9-й ротой, а летом уже там собственные художественные фильмы в производстве запускаем, но точно такой же, ну, не как простигало, но около того, тоже такой мощный трэш. Что вы посоветуете своим последователям? Настойчивость. Самое главное, то есть, это, как еще кто-то, в Эдисон говорил, что успех, он на 98% это пот, а 2% это вдохновение. Мало быть там, считайся умным, талантливым, ты как крот в норе, там, с лопатой, как шахтер, долбишь, 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 ну, да, надо, конечно, знать правильное направление, это 2%, но все остальное, это труд, сетчивость, настойчивость, только так. Ну, и в остальном, то есть, уже там, так сказать, подробности, это, как у всех, примесленников, отвес, чтобы было прямо, уровень, чтобы так было прямо, то есть, делай так, чтобы самому было не противно, не за деньги, а так, чтобы тебе было не стыдно, чтобы люди смотрели и говорили, вот это он сделал, понимаешь, это не халтура, это вот от души и все такое. Пожелайте что-либо нашим читателям. Читателям успехов, больше хороших игр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok